Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня собрались в очень теплой компании. С нами в студии Андрей Пазаркин, бывший военнослужащий, бывший участник событий в Ираке, а также Гарри Табах, капитан первого ранга. Ну, все, кто смотрит YouTube, наверное, знают Гарри. Ребят, хотел, так как вы оба, так сказать, имеете военный опыт, я человек, так сказать, гражданский, всю жизнь был. Скажите, вот с вашей точки зрения... А разве в Израиле ты в резерве не существуешь? Нет, я прожил 15 лет в Канаде, так что я не существовал, я не был в резерве, ни в армии, нигде не служил, избежал и в Советском Союзе, и, так сказать, и в Израиле тоже. Так получилось. Ну, так жизнь расположилась, что у нас, так сказать, получился, армия избежала. Так обстоятельства сложились. Вот, поэтому... Плохо, плохо они сложились. Ну, я не знаю, говорит, кирпич падает на голову, это пронесло или все-таки удача, да? То есть, говорит, это... Как к этому подойти? У нас на этой неделе было ралли в поддержку Трампа, да? Трамп выступал в Агайо, достаточно был большой митинг, у нас все консервативные СМИ это освещали, в принципе, все люди, которые придерживаются консервативного взгляда в Соединенных Штатах и вообще во всем мире, внимательно следили, что говорил 45-й президент США. По моим ощущениям, это было очень интересно, было, во-первых, с точки зрения, люди изголодались, в принципе, по свободной речи, открытому выступлению, во-первых, Трампа. Во-вторых, Трамп прошелся, в принципе, по всем аспектам основным, да, что волнует сегодня граждан США. И по моей оценке, он очень хорошо выложился, он хорошо выложился, он сказал очень много интересных вещей. Как вы оцениваете выступление, и что, базируясь на том, что он говорил и то, что он высказывал, что вы видите в перспективе? Андрей, давайте начнем с вас. С меня? Да. Давай, смотри, я тебе расскажу сначала, как это работает в вооруженных силах. По рангу. Раз так-то и не служил. Тогда попали в плен генерал, капитан и сержант американский. Немцы. Немцы сказали, последнее слово вам, и мы вас расстреляем. Ваше желание. Ну, генерал сказал, я хочу, чтобы перед расстрелом вы мне дали слово, чтобы я обратился к войскам, к своим. Сказал, что их жизнь не зря, что мы победим. И война за генералом говорит, хорошо, перед расстрелом мы вам это дадим. Капитан сказал, я хранил бутылку, вот, там, виски, чтобы выпить ее. Я бы ее сейчас выпью, потом расстреляйте. Он говорит, хорошо. А сержант сказал, а меня, пожалуйста, расстреляйте до того, как генерал будет говорить. Да, да, да. Так что правильно, давай сержанту первое слово. Давай, давай. Сержант, пожалуйста, вам слово, пока капитан первого ранга, так сказать. Слушаюсь. Ну, мое мнение по поводу выступления. Мне, например, приятно, вот, как ты правильно сказал, люди изголодались по адекватности. И какое яркое противоречие, не противоречие, а какой яркий контраст между выступлениями 45-го президента и нынешнего президента. По-моему, настолько очевидно, что даже не требует каких-то особых комментариев. То количество людей, которое было, которое там собралось, вот, когда, значит, в YouTube появились ролики, когда камеры как бы повернули назад, потому что нам как бы обычно показывают только трибуны у людей, которые находятся за трибуной или рядом, вокруг трибуны. По разным оценкам там было на самом только ралли по порядка 25-30 тысяч человек. И еще примерно столько же, которые не смогли попасть за вот это вот огороженное, специально отведенное для этого пространство, которые находились рядом. Там приезжали люди с кемперами со своими, с какими-то, значит, палатками. То есть это говорит о том, что, ну, популярность президента Трампа, она нисколько не уменьшилась, она только увеличилась, увеличилась или, как по мне, она увеличивается с каждым днем. Но, опять же, на вот этом контрасте, которое сегодняшняя администрация нам предоставляет возможность увидеть каждый день, люди соскучились просто по здравому смыслу, по энергии и по президенту, который может закончить мысль до конца, вот, и произнести все слова, как говорится, и без телепромптера. Сейчас это уже важно, то есть раньше... Очень важно, да. Вот примерно, примерно мои впечатления, мне кажется, что... И это же только первое ралли из тех запланированных ралли, которые Трамп собирается делать. По-моему, следующее будет у вас, Гарри, во Флориде, по-моему, в Сарасоте 3 июля. Вот, там ожидается вообще какой-то рок-концерт практически, то есть популярность. То есть я к чему это говорю, когда была компания, президентская компания, когда в поддержку Байдена выступал Джон Бон Джови, Джон Бон Джови тот самый, да? И там набиралось где-то 200-300 человек, которые приходили только ради того, чтобы его послушать. Не Байдена, а Джона Бон Джови, то есть музыку. Вот, а здесь без всякой музыки выступает даже не президент, а бывший президент Соединенных Штатов, который 6 месяцев уже почти не в Белом доме и собирает какие-то колоссальное количество людей. Ну вот, по-моему, это как все говорит само за себя. Вот такие мои впечатления. Гарри, что вы думаете? Ну, я абсолютно согласен. Я вообще редко спорю с сержантами. Но я хочу сказать, что это такой показатель беспрецедентный. Бывшие президенты никогда так не собирали. Что это означает, если мы анализируем? Это означает, что все эти люди поддерживают этого президента. Они его считают своим президентом. То есть они считают, это люди, которые пришли. Это ярые, ярые трамписты, трампельеры. А сколько таких людей смотрело это по телевизору? Сколько людей не смогли прийти? Наверное, мы должны это умножить до 5 раз. Поэтому, по моему анализу, это где-то 100 миллионов человек, которые недовольны, как прошли выборы. Это 100 миллионов американцев, которые требуют, чтобы прошло расследование. Против Трампа уже, по-моему, 3 расследования было к этому времени начатое. Также надо заметить, что эти митинги, эти демонстрации, они за Трампа. Они не против Байдена, они за Трампа. Все демонстрации, которые были до этого, это были против Трампа. Они не были за Байдена. Вот демократы, которые делали свои демонстрации, которые протестовали и все остальное, они были против Трампа. Не за Гайдена, а просто против Трампа. Но сегодня мы видим, что эти демонстрации республиканцев или трампистов за Трампа. Вот это, я считаю, огромная разница. Когда кто-то ведет за, и кто-то, который просто бастует против. Те, которые демонстрируют за, они намного сильнее. Потому что это надо быть очень, верить в это. Потому что мы все все время любим протестовать против чего-то. Даже само слово протесты, против чего-то. А когда нам надо за кого-то, то мы не очень активны в этом. А здесь активность очень большая. Я считаю, что управлять так страной чрезвычайно сложно. Когда полстраны считает, что это не твой президент. Когда полстраны уверены, что выборы были сфальсифицированы. Когда выходит человек, который победил, который не мог собрать 10 человек, как ты сказал, если только Банчжоу играл, то 200 человек. А этот президент собирал миллионы, за которого проголосовало на 10 миллионов или 12 миллионов человек больше, чем в первый раз. Это тоже беспрецедентно, чтобы у нас президент проиграл, за которого больше проголосовали во второй раз, чем в первый раз. Такого никогда не было. Тут ни статистически, ни исторически. Никаким образом люди не верят, что Байден выбрал честно эти выборы. Поэтому пока не будет расследования независимого, Трамп будет собирать такую поддержку от людей. Конечно, долго он не продержится. Если мы все не будем помогать финансово, не будем участвовать в этом, не только смотреть в Лизу, не только болтать, а участвовать и монетизировать это, и волонтерством заниматься каким-то, и на выборы ходить, то, конечно, он один не в поле войн. Также демократы, они пытаются, и они делают все, чтобы обанкротить его и уничтожить его внутреннюю поддержку. Его юристам, допустим, лишить лицензии его адвоката. Он может доклешить практики его донтиста. И так далее, и так далее. Банкротить, судить всех, кто поддерживает его. Убирать эти ролики наши с Ютуба и с Фейсбука. Банить нас. Они будут все это делать, потому что он явная опасность для вот этой большевистской или марксистской власти, которая уже просто так власть не отдаст. Если они смогли это сфальсифицировать первый раз, потом они смогли это сделать опять в Джорджии второй раз с сенаторами, то они будут продолжать это делать, и власть они просто так не отдадут. Хотя сами понимают, что Джо Байден уже лыка не вяжет. Его уже никуда не выставляют ничего. Почему я так говорю? Потому что мы, советские люди, понимаем, что как только начинаются анекдоты про вождя, значит, что-то не так. А про Джо Байдена уже анекдотов куча. Куча анекдотов. Даже вот то, что говорят пресс-конференции. Он читает этот вопрос. Говорят, все, пресс-конференция закончилась. Говорит, подождите, у меня еще два ответа здесь записаны. Когда говорили, что я себя очень плохо чувствую, потому что вчера накричал на своих родителях, два часа стоял, прям орал на них. Так что сегодня я так чувствую, что я как-то виноватым перед собой. Правда, проорал два часа, потом успокоился и ушел с кладбища. Что они проголосовали за Байдена. Сейчас вот есть такой бывший КГБшник, мой тезка Юрий Швец. Я его называю Швец. Но вы в курсе, почему, да? Что это означает? Он говорит, что рейтинг во всем мире, во всем мире был опрос, я не знаю, как за четыре месяца во всем мире провели опрос, что рейтинг Байдена вырос с 17% до 75%. Я сначала его критиковал. Этого методички не было. Я критиковал его сначала, а потом я подумал, нет, он, наверное, прав, потому что, наверное, опросили тех же людей, которые проголосовали за него, прошлись по многим кладбищам в мире и быстренько собрали такой опрос. И, да, 75%, думаю, было несложно собрать. До 86% пока еще не дошли. Ну, Кадыров обидится, понимаешь, что будет просто неприлично с их стороны. Ким Чинун, они, наверное, могли собрать и 170%, но тогда Ким Чинун расстроится, и они же не хотят расстраивать своих братьев по идеологии. Интересно, получается. Можно я один вопрос просто Гарри задам? Такой интересный, ну, как бы это сказать, наверное, вопрос, который вам не задавали еще, но, тем не менее, я думаю, ответ, на который многих интересует. Гарри, как вы сформулируете понятие трампизма именно в вашем восприятии? Что это такое? Я думаю, что это люди, которые вернулись в наши первоначальные понятия Америки, свободы, независимости, в том смысле, что когда наши отцы-основатели писали Конституцию, когда они создавали нашу страну, партий не было. Они не предусматривали, чтобы были партии. Они предусматривали, чтобы были стейтсмены, люди, которые представляют штат. И у этих людей лояльность только к штатам. Сегодня этого ничего не существует. Сегодня у нас двухпартийная система. Обе партии уже больше похожи на секты, как в России партии. Там Жириновский все время сидит всю жизнь, Лоси будет сидеть всю жизнь. И они там сидят, пока их вперед ногами не вытащат, даже нашего уже Маккейна. Эти люди теряют реальность, они живут в параллельном мире. Для них штат ничего не значит, у них лояльность к партии. Это не то, что было задумано. Когда пришел Трамп, мы сейчас можем загибать пальцы, что Трамп сделал для Америки, что Трамп сделал для наших вооруженных сил с тобой, что он сделал для нас, для ветеранов, что он сделал для Израиля, для Украины. Уже тысячу раз на это все рассказали. Он сделал одну великую вещь. Он нам открыл глаза. Он нам открыл глаза и показал, что наша система тоже коррумпирована, тоже гнилая. в обоих партиях, что правительство наше не заботится о нас, что очень много фальша идет. И он начал, конечно, бороться со многими вещами, включая фармацевтические фирмы, включая военные фирмы, включая Китай, включая НАТО, ООН, Хамас, палестинцев. Много, что ИГИЛ, Иран. Он все сразу взял. Конечно, столько проживать, не имея сильных союзников в этом. А он не имел, потому что у него не было кабинета. Он еще не успел сформировать такие вещи. Он в политике был новичок. И, наверное, жевал больше, чем он мог проглотить. И против него ополчились огромные гиганты, слоны, которые хотели его раздавить за это. Но он нам на это открыл глаза. Мы теперь это знаем. Вот что мы будем делать теперь с этой информацией, с этими знаниями, которые у нас есть, теперь зависит от нас. Сам он долго не продержится. Если мы не сплотимся вокруг него, я уже говорил такими разными способами. Вот что я думаю, кто такие трамписты. Мы, конечно, ближе к Либердеранской партии. Таким образом, мы ближе к Республиканской партии. Но мы не люди партии. Мы как раз люди независимых политиков, которые в политике не ради того, чтобы там быть 40-50 лет, а чтобы там быть 5-6-8-10 лет и потом обратно уйти и дать новым людям. Ну, обновлять это все. И это то, что он хотел. Одна из вещей. Он хотел сделать ограничение, сколько люди могут сидеть в Конгрессе и Сенате. И, конечно, и республиканцы, и демократы, которые сидят в Сенате и заботятся о нас все это время. Они такие слуги народа для нас. И они незаменимые. Они хотят там сидеть вечно. Он хотел помешать этому. Конечно же, они все ополчились против него. Многие лишились работы. Просто в нем. Они просто лишились работы. Они остались без ничего. Всякие лоббисты там, вашингтонские все. Там целый пласт людей. Ну да, он ни у кого денег не брал, поэтому он никого ничего не брал. Он же был должен. Они все просто лишились. Там целый... Полгорода вымерло просто. Он перестал существовать. Несмотря на то, что у него был очень... Очень большой недостаток с хорошими кадрами. Вы помните, что все его назначения через одно назначение эти люди просто выпадали или уходили по разным причинам. Кому-то угрожали, кому-то просто там, кого-то шантажировали. И они выпадали, эти люди, в той или иной степени. А многие просто предавали его. Как мы знаем. Да, потому что они... Они молодучные. Они боятся. Они боялись. И они... Трусливые. Ну и, конечно, я думаю, что многих подкупили. И Соровские институты. Демократическая партия. И это ощущается даже здесь, в Украине. Я уверен, это ощущается в Израиле. Но в Израиле это уже ощутилось. С недавними военными операциями и террористическими атаками и уходом на Таньяху. И здесь, в Украине, тоже это ощущается. Потому что люди, которые были здесь за Трампа, которые пытались вещать, что это за Трампа, сегодня на них такой вычхант, охота за мобедем. Вот один из них сейчас у нас был Андрей Николаевич Иларионов. На него просто открытая охота. У меня к вам еще один вопрос, если можно, тоже, да? Вы находитесь в Украине. Как по вашим ощущениям, по наблюдениям, Украина уже начинает готовить патроны или нет? После встречи Путина с Байденом. Ну, кстати, в Украине до сих пор нет патронного завода, что как ни странно. Семь лет войны. Да, наконец-то, ну, понимаешь, тут тоже в Украине такое расчленение людей, потому что элиты, все их новости, все их институты демократические, они все спонсированы Соросом, Соросские деньги, демократические деньги, даже наше посольство в этом было замешано при Обаме, и сейчас, наверное, они вернутся на это же место. Они повелись на это, на то, что вот Трамп это из чаде ада, что Трамп это друг Путина, что он сольет, продаст Украину, а вот Байден придет и наведет порядок, потому что он обещал, что он будет жесткий, что он будет, он покажет Путину, пусть кинимает, но как только он пришел, он урезал военную помощь в Украине, первое, что он сделал, он позвонил Путину, он стал его приглашать на саммиты, стали обстрелы на Донбассе, намного больше солдат стало там погибать, в 10 раз больше, если раньше там 1-2 в месяц было, сейчас 10, а то и 20, ну и так далее, и так далее, и так далее, и цены на нефть пошли вверх, то есть это подарок Путину, Северный поток, он снял санкции, которые наложил Трамп, сейчас, я думаю, откроет визовый режим с Россией опять, а все вернется так, как было при Обаме, все, что сделал Трамп, надо уничтожить, все, что было при Обаме, надо возродить, с Ираном будут договариваться, с Северной Кореей, и так далее, и так далее, так вот, украинский народ понял, я думаю, сейчас осознал многое, что да, их, наверное, ввели в заблуждение, их же СМИ, их же элиты, их же там, профессура и все такое, уже видят, что Байден действует совершенно не так, как они ожидали, не то, что он говорил, не то, что он обещал, и они расстроены, вот наконец-то президент Зеленский сказал, что Соединенные Штаты Америки подают снаряды нашим врагам, это довольно-таки такое сильное выступление, это он сказал, ну, правда, после этого Байден сказал, ну, надо пригласить его в Шинтово, хотя до этого он не встречался, не разговаривал с Зеленским, один раз он нам позвонил, а Путину несколько раз, обычно делается наоборот, например, когда президент Трамп встречался или разговаривал с Путиным, он сначала встречался с украинским президентом или разговаривал с ним, к телефону, а потом уже разговаривал с Путиным, сейчас точности наоборот, сейчас он, вот они договорились о чем-то, и Путин, сейчас Байден пригласит Зеленского, и, наверное, скажет, что нужно дальше делать. Я думаю, что Байдену не очень, Украина, она, как он сказал один раз в разговоре с президентом Украины, когда он был вице-президент, что Украина и там, Коломойский, это заноза в его жопе, чтобы от них отстали, потому что его сынишка здесь начинает, мы боремся, боремся с коррупцией, а сынишка возглавляет эту коррупцию через ПАП, поэтому он хочет, чтобы Украина сгинула от него, чтобы она перестала, перестала, но люди начинают понимать, хотя СМИ, все СМИ украинские, все элиты, они продолжают говорить, что нет, вот это такая стратегия у Байдена, что это он покажет, что он сделает, вот сейчас, 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 вот сейчас большие учения идут, но вот ты как сержант, который прослужил в армии 4 года, такие массовые учения, где больше 30 стран, где участвует и пехота, и морская пехота, и солдаты, и моряки, и самолеты, и авиация, и корабли, больше 30 стран, такие массовые учения, Байдена администрация могла их организовать за 3 месяца? Нет, конечно. Ну, нет, конечно, они будут говорить, вот при Байдене у нас такие учения сейчас проходят беспрецедентные. Конечно, это было все спланировано, финансировано при администрации Трампа, но вот они так вот забивают мозги. Я просто, Гарри, секундочку, хотел, опять же, прокомментировать, извините, я просто такой военный военному, как бы, такой вопрос, пардон, ну, одни из, скажем так, лидеров общественного мнения, ну, я не могу сказать лидеров, но, по крайней мере, значимые фигуры в Украине, которым люди прислушиваются, это вот, есть такой канал ATR, да, крымско-татарский, который, значит, Айдер, по-моему, муж Дабаев, такой вот, он там, то ли возглавляет, то ли он там уже не возглавляет, ну, по крайней мере. И я смотрел, когда отрывок его эфира, и вот он, значит, там заявил, что на встрече Путина и Байдена, Байден дал Путину желтую карточку, значит, вот, и дал якобы Путину полгода, чтобы, значит, как бы это сказать, начать себя вести, соответственно, правильно. У меня такое мнение, я не знаю, может быть, вы согласны, не согласны, мне просто интересно ваше мнение, что если Байден дал Путину вот эти вот полгода, только это потому, что через полгода, скорее всего, президентом Соединенных Штатов будет Камала Харрис, а ее проблемы Украины не волнуют от слова совсем. Как вы думаете? Ну, я не знаю, что он ему дал, почему Айдар считает, что он знает, что ему дал Трамп, или что Трамп, что дал Байден, или что Байден ему сказал Путно, а что Путин сказал. Мы никто ничего не знаем, что там произошло. Ну да. Никто об этом ничего не говорит. Какие-то слова. Они каждой отдельности говорят. У них даже не было совместной пресс-конференции. Нет, подожди, мы же договорились об этом и об этом. Поэтому Айдар говорит, знаешь, как по-английски у нас говорят, from his ass. он говорит то, что он хочет говорить. Говорите тоже. У него есть факты, или у него есть примеры, или он там, может быть, присутствовал и слышал это самое, дает зуб, что это было. Конечно, Байден много чего говорил, а сделал все наоборот. Говорите тоже. Айдар Маджабаев, то ли он обдолбанный, то ли он бухой все время. Он говорит вещи, он всегда говорил ужасные вещи про Трампа, потому что он сидел на Соровских грампах. Я несколько раз выступал, и я обращался к нашим братьям-татарам, и говорю, если у вас будут такие люди, которые на ваших лидерских позициях занимать, как Айдар Маджабаев, Крыма вы никогда не увидите. Человек абсолютно, он как-то был за рулем, и вот он снимал сам себя, это он выставил, я не знаю, снял он это, нет, он выставил это, и он едет за машиной, по-моему, он нетрезвый. Но опять же, у меня нет ни в парке, это вот так вот не выглядит. Но то, что он говорит, он говорит такую вещь, что все, Байден выиграл, это было после того, как Байдена объявили президентом, говорит, теперь все вы трамписты, ждите, к вам придет ФБР, к вам придет ЦРУ, почему ЦРУ к нам придет, я тут не понимаю, на ФБР, к вам придет полиция, здесь наша нацгвардия, к вам всем тем, кто поддерживал этого бандита, кто за него говорил, к вам всем придут, вас всех арестуют, в общем, у вас всех в стенки, 37-й год, вам кирдык, доигрались вы все. Вот такой демократ Айдар Муджабарь у нас был, ну и потом у него было несколько передач, где он обвинял русскоязычную общину в Америке, как расистскую, что мы все расисты, что мы все, ну и вот такой вот бред он делал, поэтому я бы не воспринимал его серьезно. Я ему несколько раз, я был частым гостем у них на телевидении, потому что всегда говорилось о Крыме, о погенной ситуации в Крыме, я его несколько раз вызвал, говорю, давай обсудим это, вот что ты говоришь, нет уже ни фактов, ничего, ты вводишь людей в заблуждение, твой канал на твоем языке, на твоей территории, ты журналист, я нет, давай это обсудим несколько раз, один раз я его прям поймал, там в студии, и я ему сказал, при всех, я говорю, почему ты боишься, давай по-человечески это обсудим, он говорит, да, 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 я говорю, ты даешь слово, вот люди, свидетель стоят, даешь, что мы это по-взрослому расскажем, не ты отдельно будешь говорить или грязь на Трампа, и я не буду на тебя, а мы вот, да, все, даю слово, все, я говорю, ты говоришь, вот люди слышат. Потом ему писали люди, говорили, ну вы же сказали, ну о чем мне говорить с этим сапогом, грубияном, хамом, к трампистам. У них у всех этот один ответ. О чем говорить с трампистом? О чем говорить с этими хамами, с этими необразованными расистами? Даже не о чем говорить, поэтому они все уходят от разговора. И ни один из них разговаривать с тобой не хочет. Все есть там в эфире. Народ, давайте я вас двоих переведу назад на мейнланд территории Соединенных Штатов и займемся вопросом действительно то, чего у всех болит. Я имею в виду это тоже болит, но вот вопрос интересует... Это очень так по-еврейски. У всех болит, но у меня болит больше. Больше, да. Как это самое? Сейчас, после вот прошло вот уже почти сколько, полгода, да? Сколько там Трампа уже нет в президентской... Нет, Трамп есть. Я имею в виду в кресле. Возникло ли какие-то движения, которые в будущем могут стать основой республиканской партии? Есть ли какие-то люди, которые активизировались, которые стали на какие-то позиции республиканские? То есть, то, что Трамп делает, как бы понятно. Он выдает это все, как говорится, в эфир. Если вот на локальном уровне, вы оба живете в Америке, вы оба как бы общаетесь с людьми, да? Возникают ли какие-то там в разговорах между людьми? Какие-то вот группы, которые собираются, обсуждают? Или все по нормам? Нет, ну, конечно, во Флориде у нас организовались там республиканские клубы, где люди собираются, там раз в неделю обсуждают, делают какие-то заявления, подписывают петиции, ну, что-то делают. Я знаю, что в Нью-Йорке выдвигается парочка людей от республиканцев, хотят, чтобы были участвовать. Ну, во Флориде у нас много, я знаю, что Ди Сантос, наш губернатор во Флориде становится очень активным и довольно-таки популярным в республиканской партии. Поэтому что-то происходит. Достаточно, с моей точки зрения, происходит? Конечно, нет. Конечно, недостаточно. Мы недостаточно организованы, мы недостаточно агрессивны, мы недостаточно щедры, как это делает демократическая партия. В демократической партии стоят огромные конгломераты, то есть олигархи наши, которым выгодно это, которые таким образом зарабатывают большие деньги. Опять же, те же Соросы, тот же Фейсбук, тот же Ютуб, которые контролируют Мидию, контролируют СМИ, контролируют наше мышление. И с этим бороться очень сложно. Мы не настолько сильны. Ну, и даже пример приведу. Куда вы не сунетесь, там, в аэропорту, в гостинице в Европе, даже здесь, в больнице СИНН везде есть, а Fox News нет. Почему Fox News нет? Потому что это платное. Я не знаю, почему республиканская партия, допустим, не может оплатить Fox News. Неужели мы не можем собрать несколько миллионов долларов, чтобы Fox News тоже присутствовал везде? Вот даже такой дисбаланс. Я уже не говорю о интернете, где нас банят, выгоняют, снимают под любым предлогом. Затыкают нам рот. Но если они смогли заткнуть рот президенту и снять его, и 80 миллионов подписчиков выкинуть из Твиттера, выкинуть из Фейсбука и сказать, не, пять лет он не может у нас здесь находиться. Если лишить лицензии Джулиани, адвоката Трампа, за что? За то, что они говорят, что в его спичах, в его обращении к людям это опасно, он там, что опасно? Вот все, что он сказал, что было какое-то безобразие, где-то сожгли дом, убили полицейского, сожгли машину, ограбили, что какие безобразия были из-за того, что говорит Джулиани. Вот так они и решили. Они решили, что это надо его заткнуть. А демократических лидеров у нас в Конгрессе, пожалуйста, они могут высказывать антисемитские высказывания, ничего страшного, свобода слова. Они могут призывать бунту к насилию. Это все нормально, это можно. А вот республиканцам нельзя. Мы даже здесь, в видео мы должны очень аккуратно говорить, потому что иначе, когда вы выставите это в Ютуб, вас забанят. Да, это правда. Да, это так. Гарри, скажите, как вы считаете, в 2022 году какие шансы республиканской партии взять? Вот это очень важно. Мы когда говорим о президентских выборах, я считаю, что это чрезвычайно рано. Все покажет в 2022 год, покажет, насколько мы смогли перегруппироваться и атаковать снова. Если мы не выиграем в 2022 году, то все, салам алейкум, мы уже долго не выиграем ничего. Это у нашей страны уже никогда не будет Америкой, той Америкой, за которую мы воевали, которой мы служили, которую мы любим, которую мы давали присягу. Как вы считаете, что нужно предпринять сегодня обычному гражданину сегодня, чтобы в 2022 году республиканская партия все-таки... Совсем немного. Дать 10 долларов. Если каждый из нас даст 10 долларов, 5 долларов даже, республиканская партия будет иметь финансы бороться. И, может быть, один день уделить выборам. Пойти на волонтеров на участки, пересчитывать голоса, быть просто наблюдателем на избирательном участке. Быть волонтером там. Один день. Если вот один процент нас, республиканцев, это сделает, то у нас большой шанс на выборы. Если эти республиканцы, которые сильно переживают за Америку, просто подойдут ко мне на пляже в Майами и скажут, Юра, что же делать, что же делать? Я им это скажу. Да, ну, ковид, у меня кошка рожает, у меня завтра на работу. Да, мы все работаем, да, мы все заняты, да, вот это сегодня солнечный день, и мы хотим погреть нашу задницу на пляже. Но если мы один день в году уделим этому выборам, то я думаю, что шансы большие. Но, к сожалению, очень мало людей принимает активное участие. Все говорят об этом, все пишут в Фейсбук, и все ко мне подходят в ресторане, на пляже, но активно что-то сделать мало. Гарри, скажите, вот эти 10 долларов, которые гражданин должен перечислить, республиканская партия ведь сегодня как бы там же истаблишмент все тот же остался. По-моему, Трамп отделился. Ну, я имею в виду, я лично не республиканская партия, да, я лично свои две копейки там я даю Трампу на трамповский кампейн, на Трампу. В конце концов, конечно же, это то, что потому что я считаю, что они его сейчас будут банкротить, они его будут уничтожать, ему нужны будут реально ему нужны будут деньги. Не здания, которые он владеет, а деньги. Потому что там они могут быть и убыточные, и все. Но, в конце концов, конечно, надо будет и свою долю вкладывать в республиканскую партию. У меня один вопрос тоже для Гарри. Ну, как бы, я не знаю, в курсе вы или нет, буквально, по-моему, вчера прозвучала где-то новость такая, что штат Калифорния запрещает своим служащим, жителям штата Калифорния поездки во Флориду. У меня такой вопрос. Это получается, что как бы в наших головах уже проводят границы. Граница на земле это, в принципе, продолжение границ в головах. То есть, чему мой вопрос? Угроза сепаратизма вообще в Америке, она реальна? Как вы считаете? Не знаю. Я вообще такого не слышал. И как они могут это аргументировать, почему они запрещают из-за ковида. что значит в Флориде якобы нарушаются права этих радужников. Кого? Радужников. ЛГБТ. Да. Я не думаю, потому что это нарушение Конституции и тогда нарушаются твои права в Калифорнии, потому что ты не можешь путешествовать и у тебя нет свободы передвижения, что против нашего закона. Если штат Калифорнии считается, что нарушаются права ЛГБТ во Флориде, они должны подать в суд на Флориду. Как они могут запрещать людям, если там нарушаются права человека, они решили отомстить этим, нарушая права человека в своем штате? Какой-то нонсенс. Это по Ньюс Макс, эта новость была, это имеется в виду не всем естественно жителям штата, а госслужащим. Госслужащим, но все равно госслужащие тоже имеют права. Согласен полностью с вами. У нас немножко сейчас... Хотя я не удивлюсь, что в Калифорнии они придумали такие хернии. Права и обязанности. Гарри, скажите, вам после, так сказать... Это как, извини, это как у нас в Чикаго, мэр Чикаго сказал, что вопросы от белых журналистов она принимать не будет. Да, но это вообще безумие, это вообще нарушает все конституционные права, всех журналистов, которые могли в очередь знаем про Америку, да? К тому, опять же, вопросу, что вот демократам позволено все, а вот республиканцам нет. Вот как бы... Да. Еще раз приходим к вопросу о том, что мир несовершенен, да, и вопрос... И все чаще мы задумываемся в тот момент, когда он несовершенен именно против нашего мнения. Он именно как раз мы в этот момент и задумываемся. Да, ну у меня вот следующий вопрос такой возник. Как вы понимаете, после того, как Дональд Трамп покинул офис, Америка сильно поменялась, я имею в виду с точки зрения людей? Люди поменялись или нет? Остались такие же? Ну, я думаю, что некоторые поменялись, некоторые не поменялись. Я думаю, что это... Конечно, наша страна уже никогда не будет той, которая была, но это не только потому, что Трамп или Байден, или демократическая партия, или республиканская партия, это букет вещей, это все, много вещей. Конечно, один из главных таких это ковид. Это то, что ковид вот так вот, такое влияние на наш мир, и он его изменил и уже не будет таким, как он был раньше, к сожалению. вы считаете, в будущем это также будет влиять на какие-то передвижения людей, на политику и все остальное? Ну, понятно, что демократическая партия будет особым образом следить за гражданами, в том числе используя ковид как инструмент влияния на... Конечно, но это не только демократическая партия, это будет делать и ваша Ликуд партия, это будет делать Единая Россия партия, это будут делать все политики, они будут это использовать, чтобы все сидели дома, надели намордники и радовались. Как это сказал? Где это было? А в Кинзазаре. Надеть намордники и радоваться. Да-да-да-да. Да-да-да. Гарри, давайте как-то оптимистично это закончим, как-то есть какой-то оптимизм вообще? Вот есть какая-то внутренняя надежда на что? Ну, надежда на то, что не только Америка, но и Европа и другие страны все-таки поймут, что есть сенс, что мы так можем потерять все, можно доиграться до того, чтобы всем было все поровну и всем было все честно, что это приведет к тому, что ни у кого ничего не будет, и мы все будем жить в Большом Советском Союзе. И люди уже серьезно это воспримут, и в 22-м году Конгресс отобьют на республиканскую сторону, и в этом Конгрессе будет все больше и больше вот то, что мы называем трампистов, трампельеров, люди, которые не лояльны партии, а лояльны штату, лояльны тем, кто их избрал. У меня большая надежда, что это произойдет в Нью-Йорке. Здравому смыслу. Будем говорить. Просто здравому смыслу. здравому смыслу, что мы все-таки... Но я хочу сказать еще вот что. Что те из нас, которые держали оружие в руках и защищали демократию и наши ценности таким образом, конечно же, это великое дело, большое дело. Но у нас тоже ничего не получится, какие бы смелые и патриотичные мы не были, если не будут те, которые за нас будут молиться. те, которые будут обращаться к Богу и просить, чтобы он стоял вместе с нами или она политически корректно, я не знаю. И чтобы были люди, праведники, цадики, которые это делали не то, чтобы за нас, но для нас. Ну, известно, я продолжу вашу. Я просто хочу... Извини. Я верю, я просто хочу сказать, что я верю в солдат, я люблю солдат, но я также верю, что есть солдаты Всевышнего, те, которые служат в его рядах, которые держат его редуты. Друг без друга у нас ничего не получится. Если вы не будете просить Бога за нас, а мы не будем защищать вас, то мы проиграем, и у вас никогда не будет места, где вы сможете молиться Богу. Это стену плача отбили десантники израильские. Мне кажется, сегодня вообще все солдаты либо на той, либо на другой стороне. У нас как бы идет такая холодная гражданская война. Я уже считаю, что у нас уже горячая гражданская война перешла. Кстати, Гарри, вы слышали, что Байден заявил о том, что если вы хотите взять оружие и пойти против правительства, то у вас ничего не получится, поскольку у него есть F-15 и ядерное оружие. Он будет использовать F-15 и ядерное оружие? Ну, нет, он это заявил, то есть как бы он дал понять, что не надо пытаться бороться с правительством, даже используя нашу вторую поправку, поскольку у него есть ядерное оружие. То есть человек, который, я не думаю, что он сознательно намекнул, но мы знаем, что Байден проговаривается. Я думаю, что он уже ничего сознательно не делает. Да, но вопрос в том, что это было произнесено, это просто было произнесено. Ну, он много чего говорит, что уже нету сенсу, нету разумного объяснения, зачем он сказал то или это, зачем он сказал, что там. Ну, много, много вещей, которые он сказал, я сейчас не хочу, это, которые были, почему он вдруг начал говорить шепотом? в голову пришло. Он заговаривается, конечно, и оговаривается у него все время оговорки, как они не пытаются, чтобы он не отвлекался и только читал по записке. Он такой, ну, такой Брежнев, ты же знаешь, Брежнев перед смертью. Как мог американский народ выбрать его? Я не понимаю. Просто в заключении, как бы, ну, то, что Эри говорил, вопрос, что-то позитивное, ну, как бы, на мой взгляд, что лично мне так кажется, что тектонический сдвиг уже, как бы, произошел, и Трамп, как раз-таки, он был вот, как раз вот этой вот песчинкой, которой этот тектонический сдвиг начал, то есть, как говорится, фарш обратно в мясорубку не закрутить. Мне кажется, что все-таки американцы, и мы видим это по ралли, мы видим это по комментариям под CNN, ABC, CBS, то есть, как бы, на, там, 100 лайков приходится десятки тысяч дизлайков. Вот, мне кажется, что все-таки американский народ, он начинает действительно, то есть, где-то внутри это уже бурлит, где-то внутри это начинает закипать, и вот этот вот тектонический сдвиг, как-то то, что говорил Гарри, он открыл нам глаза, я думаю, что, как это, one thing cannot be unseen, вот, поэтому я думаю, что американцы будут бороться, я на это, по крайней мере, очень надеюсь. я тоже, мы будем надеяться, и у нас есть друг, который будет за это молиться. Гарри, я хотел просто продолжить то, что вы сказали, интересную мысль, на самом деле, то, что вы сказали, так в мире существовало, царь Давид, прежде чем, когда известно, когда шел на войну, он разделял народ на три части, одна часть воевала, так, те, кто был способен, и те, кто был действительно рожден воином, вторая часть молилась за военных, и третья часть, которая обеспечивала первую и вторую, то есть, три части были разделены, каждая обеспечивала нужду другого, таким образом, цельный народ мог выстоять, и существовать. Абсолютно верно. Ну, нам всем желают, так как это самое, так как вы только определитесь, кто воевать, кто это самое. Я думаю, что мы оба, я думаю, я думаю, что мы оба не смолодушничаем, если надо, это и заключается, настоящий воин, есть тот, который знает, когда взять оружие в руки, и знает, когда его надо положить, когда его надо остановить. Это и заключается, воинская доблесть в этом и есть. Поэтому мы готовы делать и то, и другое. Это зависит уже не от нас, а так как... Мы же давали присягу не демократической партии в конце концерта. Ну, и не республиканской, естественно. И мы давали присягу к институции Соединенных Штатов Америки, поэтому мы будем отстаивать и свободу слова, и вторую поправку, и все поправки. И нам не надо давать уроки мы и так знаем, что правильно, а что неправильно, и как стоять на правильной стороне истории. Какого цвета кровь. Да. Окей, ребята, на этой хорошей ноте и закончим. спасибо вам, Гарри. Спасибо вам. Спасибо вам. Этой теплой компании, так сказать. И я надеюсь, что зрители нам напишут в комментариях, чтобы они хотели услышать, увидеть, и до новых встреч. Спасибо вам, ребята. Спасибо большое. Мир дома вашим. Спасибо. Честь имею. Честь имею. Продолжение следует...